Роланд Тен Роуз Родился в успешной семье, был третьим из четырех сыновей успешного художника-портретиста Джеймса Пен Роуза. Получил классическое образование. В августе 1918 года поступил на службу скорую помощь. Служил в британском Красном Кресте Италии. Я цитирую переводную Википедию. Переехал во Францию, жил с 1922 по 1925 год. В этой стране женился на своей первой жене, поэтессе Валентине Буэе. Подружился с Пабло Пикассо, Вольбином Паллином и Максом Эрнстом, которые оказали сильное влияние на его творчество. В 1936 году вернулся в Лондон. Был одним из организаторов Лондонской международной выставки сюрреалистов, которая привела к созданию английского сюрреалистического движения. Пин Роуз поселился на севере Лондона. Это был центр сообщества авангардных британских художников и мигрантов. Открыл Лондонскую галерею на Корк-стрит, где продвигал сюрреалистов, а также скульптора Генри Мура, с которым его впервые познакомил его ближайший друг Вольфган Паллин. В 1134 году его брак с Буэ распался. Они развелись уже в 1937 году. Пин Роуз приехал в Корнуэлл в июне 1937 года. Остановился в доме своего брата. В 1938 году у него был роман с Пегги Гугенхейм, который встретил его в своей галерее, чтобы попытаться продать ему картину французского художника-сюрреалиста Ива Танги. В 1939 году завязал отношения с моделью фотографом Ли Миллером. В конце концов они поженились в 1947 году. Обучал военному камуфляжу в учебном центре. Это привело к тому, что Пин Роуз получил звание капитана в королевских инженеров. Работал старшим преподавателем в Восточной командной школе камуфляжа, а также в отделе разработки камуфляжа в учебном центре в замке Фария. В 1941 году Пин Роуз написал руководство ополчения по камуфляжу, в котором содержалось точное руководство по использованию текстуры, а не только цвета, особенно для защиты от аэрофотосюр. Подал заявление на работу Министерства иностранных дел. Но было отклонено это заявление из-за возможной угрозы безопасности, потому что Ли Миллер обвиняли в шпионаже в пользу СССР. Выпустил ряд книг, которые охватывают произведения его друзей. Пабло Пикассо, Макса Эрмста, Монрея, Антони Тапиес, Жоанна Миро. Вот его ключевые идеи. Во время работы над произведениями художник покружается в мир собственного воображения. Он никогда не знает, что именно он хочет изобразить, а просто крутит вывески и открытки, располагая их в разных положениях на полотне, пока на нем не возникает какой-то сюжет. Каждая картина Пенроуза сардежит загадку, которую автор предлагает разгадать зрителям. Использует в своих работах различные нетрадиционные художественные методики. Работает в технике флюмаж, изобретенной его другом Палином, которое в изображении создавалось при помощи копоти зажженной свечи. В работах художников заметна динамика и стремление к передаче движения, что было не свойственно сюрреалистам, предпочитающим статичные, как будто замерзшие в пространстве фигуры. Вот так немножко вкратце, все, что мне удалось найти о Роланде Пенроузе, историке и поэте. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok